И предметам можно научиться работать, тренировать импульсные удары, делать импульсные сбросы. Вот это обычная деревянная штучка. Вот, чтобы мы били не мышцами, не плечом. Отбили, делали сброс, то есть удар был хлесткий. Вот, для этого, вот этот есть предмет, такая булава. Что мы для этого делаем? Выбрасываем руку вперед и бьем как будто молотком. Пук, пук, пук. Можно, кстати, в руки взять просто молоточек, если есть, он есть почти у всех в позиции. И тренировать как раз этот сброс. Раз, два, три. Сброс. Тук молоточком. Сброс, сброс. Никаких вот этих естественных движений у нас не получится, а будет действительно правильное движение, которое будет выводить структуру удара и делать вот этот вот импульс. Сброс. Раз, два, три, четыре, пять. Сброс, 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 сброс. Поработали. В итоге у нас почувствовали, почувствовали, что рука забивается. сбросили и начинаем делать то же самое. Отброс, сброс, тот же передача, вот этот импульс на сброс. Значит, ноги рекомендуют мне, боксера, не выпрямлять локтевой сустав, потому что травма, скорее всего, будет травма. Травма получается, почему? Когда мы бросаем плечом, кулак у нас сжат, когда выпрямляем локоть, естественно, здесь будет травма. Почему? Потому что передача энергии не произошла дальше, не было сброса. Вот этого сброса, то есть ударная масса, которая у вас является кулак, она должна утяжеляться, то есть сбрасываться, утяжеляться. Вот если мы ее утяжелили, сделали утяжеленную, то у нас все движение, и если доведем всю структуру до конца, то есть все движение будет структурно выполнено правильно, вот это будет хлеб здесь, тогда у нас все будет выходить сюда, нигде не будет оставаться, все будет через эту структуру выбрасываться здесь, а не оставаться здесь. Поэтому вот этот вот этот тренажерчик для этого очень хороший. Тренируем все точно так же. Джеб. Стоим. Джеб. 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 Тренируем. Раз. 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 Все у нас вот из этой стоечки. Оп. Оп. Идет сброс. И мы его подхватываем, и он возвращается. Вот здесь импульс. Импульс. Тук. Тук. Если мы с вами изучаем биомеханику удара, хотя бы даже изучаем бокс, а не просто ходим, колотим мешки, то мы должны помнить, знать, что контакт длится 14-16 милисекунд. Это приблизительно 1-1,5 секунды. Значит, этот сброс необходимый. Начни удар с плеча, потому что иначе больше 18 милисекунд это уже не удар, а толчок. Поэтому вам нужно научиться, необходимо. Просто необходимо научиться делать этот сброс. нам необходимы эти упражнения, чтобы научить мозг. Если мозг сам не справляется с тем, чтобы управлять своим телом, для этого существуют приспособления, которые в этом помогают. Но опять, здесь нужно думать. Обязательно, везде, во всем нужно думать. Это не удар. Нет, он удар, но он более заметный, более объемный, более затратный, чем вот такой удар. Вот он там, все там, 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 то есть выхода, там, и удары у вас хлестки. Когда удары хлестки, тогда его не видят. Когда человек падает на каут? Когда не видит удара. Когда видит, какой бы ты сильно, как бы ты сильно не бил, на каут не отправишь.